Модернизация вытворчастей и сучасный подход до працы с драуниной. На базе стародорожского доследного лязгаса открылась автоматичная линия по вытворчасте паленых пелет. На узведение объекта потребовалось около года. Его побудовали побач с линией сортования и цехом древа опрацовки. Это позволит спростить логистику и сэкономить сроки при вытворчасте. Об технических мягчимостях линии Илья Цветков. Вот так выглядая продукт вытворчасте маленького заводу, выглядя коричневых дровляных гранул. Это пелеты. Сегодня один из самых ходовых видов биопалева у разных краинах света. Зараз свои первые парты экологичной сыровины нарыхтовывая новый цех в остродорожском лязгасе. Сотни квадратных метров свободной площади еще год тому у лязгасе выделили подбудовництво линии по вытворчасти пелет. Почали с установки сушильных комплексов удалей закупили необходное обсталевание. Теперь час выходит на вытворчие могутности. Пелета является одним из экологически чистых топливных ресурсов на сегодняшний момент. А с учетом общей мировой тенденции и того пути, который избрал мир, Европа и так далее, это уменьшение углеродного следа, скажем так, это топливо мы понимаем, что оно в тренде и оно должно наращивать свой потенциал. Тут усе необходные умовы для эффективной працы. Достатковая сыровинная база, уластное лесопеление и досвеченный коллектив. Упор на так званые шэры и пелеты. Уход идут усе дровненные рэштки, а так само пошкодженные и неякосные древы. Пелетный цех да умахчымасть творить новые працовные месцы. Линия различена на круглосуточную працу три змены по 8 годин. На кожной працуя по два человека. Сушка проводится в барабане, как мы видим на схеме, до определенной рабочей влажности. После чего сырье проходит измельчение и после чего для выравнивания влажности прессование в грануляторе. Оборудование нужно использовать, регулярно контролировать процессы, чтобы оно эффективно давало продукцию. Ну а так, данная линия рассчитана на три тонны пелет в час. Этот пелетный завод, который был введен, здесь позволило создать 10 рабочих мест. Высокопроизводительных и эффективных. Зарплата здесь порядка двух тысяч рублей у каждого специалиста. Это немаленькая зарплата, я считаю. Тем более для нашего небольшого региона. У перший год тут плануется нарихтовать 22 тонны пелетной сыровины и зарабить свой важкий уклад у развития сферы перепроцовки. Стародорожская пелетная линия не первая у центральном регионе. Подобные мини-заводы уже функционуют у Борисове и Капыли. За минулый год пелетные линии Минской области выробили 47 тысяч тонн продукту. 46 тысяч тонн з них реализовали на экспорт. Илья Цветкова, Иригор Криштафович, Агентство, Телена Вин.